Красная дорожка, фотографы, цветы и поклонники. О том, что в Доме культуры проходит вручение аттестатов, можно догадаться не сразу. Выпускной Голицынской школы номер один больше напоминает вручение премии «Оскар». Мы хотели на кинофестивале, чтобы ребята по красивой дорожке заходили сюда, в Дом культуры. А дальнейшее наше мероприятие будет проходить в виде киногимна школе. То есть у нас будет несколько блоков, видеоролики, в которых ребята исполняли роли. И эти видеоролики по мотивам известных фильмов. Ну, например, Иван Васильевич меняет профессию, приключения Шурика. Волнение, тревога и другие неприятные чувства, которые возникают во время сдачи экзаменов, больше не мучают выпускников. ИГЭ они сдали успешно. Теперь девушек и юношей ждет награда не менее престижная, чем премия кинофестиваля. Ведь аттестат – это результат работы школьников в течение долгих 11 лет. Мы прощаемся со школы, но в то же время мы идем в новую жизнь. Взрослую будет совсем по-другому. Но грустно, что детство уходит. Больше не увидимся. Да. Мы прощаемся, может, не увидимся с нашими одноклассниками. Но мы будем поддерживать наши отношения. Ну, грустный, потому что в столовой нельзя будет кушать на уроках. А веселый, потому что я прощаюсь со школой, все. Анжелина Джоли, Брэд Питт, Джордж Куни и другие голливудские звезды могли бы позавидовать красоте и талантам выпускников. Вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Впечатлило и количество поклонников, среди которых было много почетных гостей. Я сегодня нахожусь здесь, в Голицыно, с теми ребятами, которые я набирала в первый класс. Да. В качестве директора школы. Вот. Эти ребята, которые стояли со мной вместе на линейке 1 сентября, 11 лет там назад. Поэтому я не могла сегодня не приехать. Поздравить выпускников приехал и глава Голицыно, Александр Дудоров. После поздравительных слов он вручил особые подарки тем, кто закончил школу с отличием. Золотые подковы ожидали двух девушек-медалисток. Вот эта золотая подковка тебе на удачу и на счастье. Она тебе принесет удачу. Сегодня они только представляют свою будущую жизнь, институт, работу. А уже завтра она станет их реальностью. Хочу быть военным. Я тоже. В медицинском институте я хочу учиться. Ну и потом, естественно, работать с врачом. Без понятия. Я еще не определилась. Я хочу стать преподавателем математики. Стану архитектором, надеюсь, поступлю. Этот день станет для выпускников отправной точкой, своеобразным стартом во взрослую жизнь. И хочется пожелать, чтобы на их пути было как можно меньше разочарования. Дарья Киреева, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.